В церкви, будучи верующим, получал наставление на бракосочетание. Много? А кто не получал наставление в церкви? А где вы получали? Закция. Друзья, я почему говорю, когда мы в церкви говорим наставление, есть ряд мест из Библии, которые мы обязательно читаем. Мы можем другие пожелания читать, но мы обязательно читаем основы, есть основы. Значит, сколько бы мы, допустим, в математике, какое бы мы исчисление не делали, но обязательно есть цифры, первые 10, 9 и 0, и получается 10 цифров первых. И вот мы их не минуем, в любых исчислениях. Есть в музыке. Костя, сколько год главных? Семь. 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 Есть как? Всего-навсего всем. А играть не все. А играть умеют не все. А нот только все. Мы читаем обыкновенно, когда наставление, чтобы подтвердили, чтобы свидетели подтвердили, что слышали, основу, которую, как Христос ответил, когда ему задали вопрос о браке. И что интересно, что когда Христос прошел в Евангелие от Матфея, 19 глава, народа следовало много за ним. Он исцелял. А потом, с 3 стиха, смотрите, 19, 3, Матфея, мы читаем. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему остали человек отца и мать, и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью. Так что у них уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, то вот человек дали и разлучали. Вот весь ответ Иисуса Христа. Простой короткий ответ. Меня, вы знаете, друзья, очень волнует, мне интересно, почему фарисеи не спросили Иисуса Христа, как сделать, чтобы семья была прочной? Почему не задали вопрос о разводе? Когда читал я, друзья, вот это слово, я вспоминаю, однажды в магазине, в одном, мама с мальчиком таким была, выбрала им такую машинку небольшую, стоят в кассе передо мною. Мальчик крутит машину и спросит, мама, а как она ломается? Они еще не купили, не заплатили, а уже вопрос, как ее поломать. Вот фарисеи, так точно Иисуса Христа спрашивали, а как враг поломать? Друзья, поломать очень просто. А вот как враг сделать сильным? Бог, когда сотворил мир, Эдем, прекраснейшее место, чудесное место, называется оно рай. Рай, ну, словом, рай называют то, где, ну, все тебе обеспечено, все у тебя есть. Климат, атмосфера, общение. В раю человек имел общение с Богом, имел человек, Бог создал ему жену. Пищи было достаточно, все было в раю. Но люди рай быстро превратили в ад. И здесь произошла первая трагедия в раю. Первая, можно сказать, разгон в семье. Потому что я иначе не представляю себе, когда Бог спросил Адама, что ты сделал, то Адам сразу, вот так, на жену, это она. Это первая реакция Адама, сразу обвинить жену. Ну, я много богослово читал, я не знаю, первый раз такую мысль встречал, что Адам этот плод съел для того, чтобы очень любил Еву и хотел разделить с ней трагедию и наказание вместе. Ну, писал один богослово. Но, друзья, я не думаю так, что он давай вместе совершим, чтобы наказывать так вместе. Я думаю, скорее всего, он тоже не богослово. Потому что, если бы он из-за любви это сделал, то он бы сразу на нее пальцем не показывал. Она виновата, ей с ней разбирайся. А ее ты дал мне, я тут вообще ни при чем. Ты дала нам, сделала, не дала. Она же по всем виновата. Почему вопрос семьи? Потому что общество состоит из ячеек. И самая главная ячейка общества, на которой держится весь мир, это семья. Бог сказал Адаму, когда он был сам, нехорошо быть человеком одному. И Еву, Бог не привел Адаму из леса откуда-то там, из джунглей. Там сотворил отдельно, привел, знакомься. Бог взял часть. Адам стал гость от костей моих. Бог сделал ее частью. Бог сделал ее совершенно противоположной. Он вложил в нее все то, чего не доставало Адаму. Его мужество дал ей женственность. И они прекрасно жили. Бог сотворил вот так, мужчину и женщину, сотворил их написано в ней бытие. И Бог им сказал, оплодитесь, размножайтесь. Их задача была наполнять землю. Их задача была порядок поддерживать. Их задача была просто пользоваться тем благословением, которое дал Бог. У них не было проблем жилья. У них не было проблем пищи. У них не было проблем одежды. Она им не нужна была. Первый муж и жена двое. Никаких проблем у них не было. У них не было проблем отношения с Богом. Бог сотворил их дух, душа и тело. Дух имел прямое общение с Богом. Ну, все было решено. Но дьяволу не нравилось. Будут люди умножаться, созданы по образу, подобию Божьему. И тогда потесняют его. И он тут же подходит, вносит в семью грех. И грех разрушает первую семью. Друзья, я больше трагедии не представляю. Первые бомжи – это Адам и Ева. Они были изгнать жилья, здрая и пошли странствовать. Первые бездомные. Первые несчастные. Друзья, представьте себе, не у каждой семьи брат убивает брата. Не в каждой семье. А в первой семье брат убил брата. Я представляю эту трагедию. Когда первая кровь пролилась. Не просто обманул, обсчитал, овцу украл там, или у него какую-то тыкву воровал, овцом своим. Нет. Брат убивает брата. Первая могила, первая кровь, первые слезы. Вся трагедия произошла. Дьявол атаковал семью, разрушил. Друзья, сегодня самая большая трагедия, трагедия семьи. Самые цивилизованные страны разваливаются. И они обязательно развалятся. Что интересно, смотрите, кто читал про Каосии. Там так, знаете, остро сказано о том, что четвертая глава, там начинается интересно. меня про Каосии, четвертая глава, с первого стиха. Вот я прочитаю 7 стихов. Смотрите подряд. Вот, слушайте, трагедию, которая была перед полным пленением народа, почему бы он наказал. это общество, которое знало закон, порядок. И в этом обществе, слушайтесь, какая трагичная ситуация была. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы. Ибо суду Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Вы представляете себе жизнь, в которой истины нет, в которой дорог много, но люди не знают, как уйти. Где все дороги ведут к трагедии. Представьте себе жизнь, в которой нет милосердия. То есть милых сердец, которые готовы покрыть, готовы простить, готовы понести. Жизнь в обществе, в котором нет милосердия. Где люди не милосердны друг к другу, где люди жестокие друг к другу. Убили готовый друг друга за кошелек, за какую-то мелочь, за землю. Это трагедия. Представьте себе, нет богопознания. Никто не знает бога. Бога люди не знают. А общество без бога, друзья, вы помните, Псалом 13, первый стих, сказал, безумие сердца, что нет бога. И что, они развратились, сделали гнусные дела, нет делающего добро. Жизнь в обществе, в котором нет кому делать добро. Жизнь без бога, без богопознания, это ужасная жизнь на земле. И дальше перечисляют, клятва, обман, убийство, воровство, которые с них пролюбодействовав, крайне распространились. И кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия. И из немогут все живущие на ней, со зверями, полевыми, птицами небесными, даже и рыбы морские поигнут. И до рыб достанет горя. Но никто не спорит. Никто не обличает другого. И твой народ, как спорящий со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью. И истреблю матерь твою. Истреблю будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то есть знание Бога, то и я отверну тебя от священодействия противно мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу к бесславию. Какие трагичные. Таких трагичных сообщений у пророков мало-засловного очень много. Скажите, друзья, сегодня мы живем в обществе, вы больше слышите о радости в семьях, о благополучии растущем или о трагедиях. Вы знаете, когда пригласили рассказать друг другу о семьях, то я переживал, чтобы они начали рассказывать и плохое. в семьях бывают проблемы. В семьях бывают вопросы, которые трудно решить между мужем и женой. В семьях бывают проблемы с детьми. Дети, которых ожидают, которым радуются, они столько слез приносят в семье. Я вчера перебирал старые свои бумаги, нашел маленькую вырезку, когда-то давно с газеты вырезал. Видите, какая маленькая? Но трагедия здесь описана. В этой маленькой заметочке пишет корреспондент маленькая заполярная станция Инта. Я вхожу в зал ожидания. Грязь, плевки, огурки, пьяные лица. Ну, там ближе к Куралу, это за Урал. Покидываю взглядом в помещение. Где бы сесть? И вижу худенькую, изможденную старушку. Кисти рук ее спрятаны в рукавах, изодранного пальто, а на сплетении рукавов висит огромная, тяжелая корзина. Голова старушки понуро свисалась на грудь. И трудно понять, спит ли она или плачет. Вдруг старушка поднимает голову и сердце мое замирает от восхищения. Предо мной красота, красота неподвластной старости. Голубизна глаз, седые волосы, смула, испещренная сеть и морщин лицова. Я никогда не думала, что старость может быть так прекрасна. Что смотришь на меня, милая? Бабушка, какая вы красавица. Была, деточка, была. Бог дал мне такую красоту, что люди глаза цвести не могли ни в молодости моей, ни сейчас в старости. Да не принесла мне эта красота, ни счастья, ни богатства. Одни слезы дала, да любовь еще к сыну моему. Вот еду в Тюмень, в тюрьме он у меня, гостиницы везу, не знаю, довезу ли. Сил нет, одна любовь в сердце осталась. Тяжелый вздох рассказик такой. Представляете, семья, сын, и мать лишил рук, потому что нужны были деньги на водку. И это слезы. Сегодня, друзья, вот у нас в Запорожье, в прошлом году, случилась трагедия семейная. Шли склады, сейчас вспоминок, мать, это в газете была, в нашей городской, и одна мать пожелая увидела в посадке, спит возле дороги ее сына. Людей не было рядом, она подошла, сняла носки, связала, перетянула им шею, держала, пока он задохнулся и умер. Мать задушила сына. Она не выдержала, побои, пьяных, трагедии. Он столько ее издевался, столько мучил, и она решила освободить себя от него. И таких историй очень много. Да столько историй трагичных, без Бога. Люди, которые знают Бога, должны знать тоже, есть правила. Потому что можно иметь счастливую семью, можно иметь так себе, можно иметь радость, можно без радости. Потому что Христос, когда сказал, что семья создается один раз, и создается навсегда. Бог сотворил и вложил замысел свой и связал навсегда. Но в мире столько трагедии, столько бомбанного всего. И есть правила, друзья, для создания семьи. их не очень много. Первое, остались человека с своей матью. То есть полностью должен сердцем прилепиться к своей жене. Полностью. Мама хорошо, папа хорошо, бабушка, дедушка. Но муж прилепился сердцем к жене. и родители могут помочь, могут советы давать. Но это совсем другая семья. Совершенно другая. И родители должны помочь им быть отдельно с семьей, понимать друг друга, вмещать друг друга. Это не зависит от расстояния, не зависит от под одной крышей, не под одной. Семья должна быть независима, отдельной. Имеется в виду жена повинуется мужу, муж любит свою жену. Бог дал правила ценности. Сегодня о ценностях, друзья. А что такое ценности? А? Друзья, что делают с ценностями? Берегут. Берегут. Батя ценностями меня с завода послали в командировку по Волжье, туда где-то за Волгу и поручили отвезти туда, чтобы заводу дешевле пошлось, с термого две электровоза катушку. С меди катушка такая изолированная, 54 килограмма. Тяжелая, страшная. Поезд посадили меня, а в Харкере пересадка а в Харкере было на одном вокзале сидишь, на другом вокзале билеты берешь через площадь. Я эти 54 килограмма на плече донес до судящего зала, положил на окно, пошел в другой вокзал, купил билет, в том теплее там посидел в вокзале часа четыре, в три часа ночи поезд, думаю, интересно, лежит там моя катушка или нет на окне, она все-таки медь, с медью, с шиной медной. Знаете, прохожу, лежит, не упаковано ничего, так отшел на окно в другом зале, через площадь, другом совсем вокзале, так она и лежит там. Я взял, пошел в вагон, сел, привез в депо, куда нужно было. Знаете, если бы она была из золота, то я бы не утошел от нее. Да меня бы убили за нее, за 54 килограмма. Но она была просто с медью, а медь тогда не принимали, где попала. Это сейчас принимают. Она ценна в каком-то плане, но она не настолько ценная, чтобы я там умирал за нее. Есть вещи, которые люди очень ценят. И есть то, ради чего люди живут. Они берегут эти ценности. Мы иногда у каждого свои ценности. Каждый ставит какую-то цель в жизни. Когда человек вступает в брак, какую цель ставит себе человек? Женюсь, доволен оберюсь. или женюсь? Женюсь, то буду радоваться. Женюсь, то буду радоваться. Знаете, у нас зять умер, когда это моей сестры, муж умер. его отец имел большую семью. Несколько лет назад приехал родственник и говорит, спрашивает его, бывшего свата, моих родителей, ну как ты там поживаешь? Спрашивает его, родственник, другой. А тот говорит, живу и радуюсь. Ну, а этот спрашивает его, а те, кто с тобой живет, тоже радуются. Ему нечего ответить было, потому что он знал, как он живет. А те, кто с тобой, тоже радуются. Друзья, дело в том, что брак не просто для того, чтобы... Вот сегодня вечер бутыброды положили, простую колбасу, если бы красная рыба была. Идеи больше было. А? Идеи больше. Идеи больше. Друзья, если бы было больше людей за рыбу, если бы еще больше людей было за рыбу, то мы две рыбы купили. Не в рыбе дело. Дело в том, что цель вечера, цель брака, цель жизни, она-то нам достойна. Если бы мы имели только земную жизнь. Если только на земле жить, пожили, умыли, все закончилось, то, пожалуйста, как лучше устроитесь, как веселее, так и устраиваетесь. Но дело в том, что наша земная жизнь это короткий отрезок подготовки к будущей, вечной жизни. Представьте себе, вечная жизнь и люди, которые знают Бога, люди, которые вступили в брак, они понимают, что на земле вот этот отрез надо так правильно прожить, с такими ценностями, с которыми ты войдешь и туда. Потому что туда не все пройдет. Дело в том, что место ухода на дьявол и ангелам его оно будет заполнено. туда найдется очень много людей, которые готовы будут туда войти. Всякий человек, который не принял Иисуса Христа, который не возрожден, не возрожден свыше, каждый человек будет аду. Было две жизни, Христос говорит, богач и лазарь. Две жизни. В одну жизнь несчастная, в одну по-человечески прекрасная, веселая, очень веселая. Каждый день пиршествовал, притом блистательно. А потом вечность. И вечности разные. И настолько там наконец-то богач вспомнился, у него там есть пять братьев. Вот пять бы братьев сюда не пришли. И он беспокоится о своих пяти братьях. Друзья, бог дал семью, мы двое, муж и жена. И бог дал нам детей. Вы понимаете, что детей дает бог? Бог дает детей. В последнее время исказилось представление не только о том, что мы богом дали друг другу. А исказилось представление о том, что бог дает детей. Что у детей молятся, детей ожидают. Бог дал человеку мудрость и в некотором роде планировать семью, если дети есть. Но и ответственность большая, потому что у бога есть свои планы о семье. Например, известный проповедник, который остался в истории много книг спержу. Он был 13-й в семье. Но если бы сегодня родился, он бы не родился в 13-м. Европа сегодня вымирает, детей мало. В Китае можно одно только иметь. Но вроде бы сейчас разрешили двоих, мальчика и девочек. Вроде бы. человечество исказило все. Человечество все перевернуло. Перед потопом была в чем трагедия? В том, что всякая плоть извратила свой путь. 6.11 мы читаем в Китине. Всякая плоть извратила. Все делалось неправильно. А там, где неправильно, итог. Сказал Бог, все, хватит. Земля расцелилась. Енох был взят раньше, а Ноя Бог, а Ноя была хорошая семья. Но и жил в то же время, когда все остальные. Вы помните, друзья, 6 глава бытия? Там просто сказано за Ноя с 8 по 14 стих. И время трудное, время растленное, время ужасное, но о его семье сказано 6 глава 8 стиха мы читаем. То же время, когда все неправильно жили. А Ноя? Ноя же обрел благодать предотвечения Господа. Вот житие Ноя. Ноя был человек праведный и непорочный вроде своем. Ноя ходил перед Богом. Ноя родил трех сынов Сима, Хама и Афета. Но земля расстрелась пред лицем Божиим и наполнилась земля злодеяниями. И возгорел Бог на землю и вот она расстрелена. И всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною конец всякой плоти пришел пред лицем ее. И земля наполнилась от них злодеяниями. Вот я истреблю их с земли. Вот Бог сказал истребил. Бог может тогда истребил водой. Столько воды что все утонули. И мы читаем друзья дальше вы помните эту историю одну и Бог повелел ковчег сделать. Ковчег сделай. С какого дерева? Сколько дверей? Сколько окон? Вы помните сколько окон было в ковче? Одно. Куда она смотрела? А? Одно окно было в потолке. Ни одного окна сбоку не было. Была только одна дверь. и ковчег нужно было осмолить. Осмолить основательно и снаружи и внутри. Почему осмолить? Потому что чтобы он не утонул и мной все это сделал. Тут для своей уроки дверь одна и ее не распоряжался одной. Бог распоряжался. Бог закрывал эту дверь. Окна ни одного. Но и не нужно было смотреть как мир погибает. Потому что зрелище было очень ужасное. У него была семья с ним. Зверь звериниц большой. Пища кормить их надо было всех. И одно окно на небо. Туда смотреть. Это поучительная история сама по себе. Друзья, смотрите другая трагическая история. Израиль в Египте. Израиль размножится. Египтяне хотят убить мальчиков. Лишить народ жизни будущего это убрать семью. Это лишить семьи. в Китае по одному ребенку. И так как там не было в сельской местности пенсионных фондов, а должна была досматривать старичков лучше всех дочери досматривали, поэтому все китайцы в сельской местности зарабатывали на семью сыновья, поэтому УЗИ позволяло решить вопрос, узнать кто будет. И как только намечалась девочка первая, ее в утробе убивали, а мальчики рождались. Одного можно только, кормиться на старость надо. И нарождалось сегодня в Китае на 30 миллионов мужчин больше, женщин. На 30 миллионов. Это армия, это проблемы всему человечеству будут создаваться. Они будут, они придут на все человечество. А в Египте фараон приказал убивать всех мальчиков. Только рождается, мальчика убивают. Девочки, пускай растут. И представьте трагедии мальчиков. И мы видим, что одна семья захотела сохранить мальчика. И очень хороший урок. Они сделали корзинку. И мама осмолила корзинку. Так, чтобы вода не протекала. И корзинку поставила на воду. В тростнике доверила Богу. И мы знаем судьбу. кто подобрал. Мать потом и кормила. Вырос будущий предводитель целого народа Моисея. Много других уроков мы видим в Библии. Но есть принципы, каким образом удавалось передать вот это своим детям. Смотрите, ноль смог сохранить сыновей, их семьи. Восемь душ было спасено. А общество кровостренно было. Моисея удалось сохранить. И его жизнь сохранили. Бог чудесным образом сохранил, потому что мама позаботилась, осмолила корзиночку. Друзья, вы помните, когда есть несколько принципов, которые в основе лежат. Что, образом можно семью свою сделать христианской, как и можно сделать, чтобы дети были верующими. Я скажу, друзья, когда у нас дети рождались, и четверо было уже, мы одну молитву имели, женой, самую главную. Мы не просили профессии, мы не просили каких-то будущего другого для них, мы просили у Бога только одно, мы каждый вечер молились, Господи, дай, чтобы наши дети были верующими, дай, чтобы дети наши знали Бога, дай, чтобы наши дети покаялись, примирились с Богом, и вот это была единственная наша главная молитва. потом, когда выросли, потом уже молитва где учиться, как работать, куда поехать, как сами быть, и сын старший прошел момент, надо в армию идти, и я не хотел где-то платить кому-то, обвиновать, я просто пошел к военкому и сказал, я ничего не хочу, я только вас в одно прошу, у меня сын единственный, первый, семья большая, он первый работать, пошел, сделайте вот строчку, положим, можно по закону три года, сделайте вот строчку, он говорит, придешь, я подумаю, я прыгну через несколько дней, говорит, хорошо, я сделаю тебе пеши заявление, и сделаю вот строчку, мы не платили, никаких, знаете, знакомств не искали, просто пошел, так умолился, пошел, и ему сделали вот строчку на то время, потом ситуация в государстве поменялась, и так дальше, другая история, но, друзья, всегда вопрос стоял перед Богом, и в Писании мы имеем общее указание, оно годится политикам, христианским лидерам, оно годится пресвятерам, оно годится главам семьи, Иисуса Навина, первая глава, седьмой, восьмой стихи, вот это, друзья, всем, всем годится, кто хочет созидать семью, кто хочет созидать свой дом, кто хочет иметь правильное направление своей семьи, Иисуса Навина, на первую главу, седьмой стих, помните, что написано, помните, когда Господь говорит, ну, нет, не новое, Иисуса Навина, куда садись, а? У него помощница. Ты знаешь, как сделать? Нет, нас знают, что нам написано. А, хорошо, да я там вот это, все знаю. Надя, можешь на память сказать? Все, есть. Да не отходит себе, книга, не только бы тверд и очень мужествен, седьмой стихи. Тщательно, слушайте, тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей Ромой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. А следующий, восьмой, восьмой стих. Да не отходите от него закона в трус твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполняйся все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Успешен результат. Знаете, начало, свадьбы бывают очень пышные, а после свадьбы пышные горе. Столько слез бывает. Я так, правда, одну свадьбу видел, которая началась со слезами. Началась рак, торжеством, окончилась слезами. Разную единственную. Может, еще где-то было. Тут у нас на космосе кафе есть. Я шел с работы в церкви поздно, вечером около 11, уже свадьба заканчивалась. Когда вижу, выбегает с кафе жених и невеста. Невеста в классе бела и жених бьет невесту. Остановились, невеста бьет его. И в такой кулачный бой. Потом вываливают родственники через стол. Огромная толпа. И вся эта толпа бьет друг друга. Я бегом на другую сторону улицы, обошел подальше и бегом домой. Вот это я видел такую одну с вами. Думаю, несчастные люди. Столько слез. Друзья, ценность, ценность, на которую нужно ориентироваться, это Бог, Его Слово, и то, что должны сделать мы. Что-то мы должны сделать, чтобы сохранить своего мальчика. Матери Моисея прошлось сплести корзинку и осмолить. Друзья, некоторые родители не придают значения осмолить корзинку своих детей, свой дом. И думают, что все потом будет. Наставим в начале пути твоего. Один из принципов, который мы должны обязательно использовать, это сохранить своих детей от влияния мира. Каким образом сохранить? Чем меньше соприкасаются с улицей. Мне Лера, знаете, пришел в армию, на завод пришел, первый день не говорят, пришел консорок цеха и говорит мне заругайся. Я говорю, сколько живу, ни разу ни одного слова плохого не произнес. Ну как? А ты куришь? Не кури. И не кури. А ты пьешь? Не пью и не пью никуда. Зачи баптист? Записал меня сразу, зачислил. И началась работа одновременно. Я благодарен Богу. Я шел в школу, я только слышал ругательства соседей, пьяных, как когда жен своих били. Но в нашем доме ни одного нилого слова не было. Как-то было воспитанным. Так что мы не говорили слов плохих. Никаких. Я видел, как соседи муж жене в глаза дули показывает. Жены с синяками ходили. У нас в туалете ночевали, на дереве ночевали иногда. И туда в зарай жены ночевали соседские. А мой отец никогда руки не подымал. И ни одного плохого слова не сказал. Я шел в школу, я никогда никого слова не говорил. Я закончил школу, прошел на завод. Меня удивило, все женщины ругаются, мужчины ругаются. Куда деваться? Я ни одного слова никогда не говорил. Родители так осмолили, церковь была рядом, ну никогда не говорил этих слов. А люди говорят вокруг. Друзья, когда у нас были дети, им была материальная нужда, нам советовали, так дайте в садик. Но мы решили с женой, пусть будет самая скромная жизнь, но мы в садик детей не отдадим. потому что Менфея Сфей потому был хромым на лбиноге, что его нянька несла. А если мать несла, на лбиноге не хромал. Нянька бежала, нянька упустила. Знаете, когда-то я на велосипеде в селе вез дочь свою старшую на раму посадил, едем, рыбак какой-то идет, я въезжаю по травке и не видел, в траве яма. Такой диаметр сантиметров восемьдесят и метр полтора глубины. И так лобода заплыла, я объезжаю и колесо проваливается мгновенно в эту яму переднюю. И я мгновенно подхватил дочь. Велосипед упал, я локтями ударился, а дочь так в руках держала. Потому что она моя, потому что она дорогая, потому что я люблю. Я не мог по-другому, я не думал, как там мне будет, ушибусь, может поломаю руки или ноги, или еще что-то. Когда мы летели в эту яму, я подхватил, так держал яму. А чужой бы так не держал, себя спасал бы. когда наше, когда родное, когда дорогое, ты закатом шагом выживаешь. Поэтому мы не отдавали детей в садики, потому что успеют с миром соприкоснуться вещей. Осмолить корзинку очень важно. И не думайте, что если вы осмолили хорошо, только телевизор поставили, столько грязи вольется в дом через телевизор, столько детей узнают всего скверного. У нас никогда не было телевизора дома. Дети выросли без него и к соседям не ходили. Мне говорят, так будут к соседям ходить, никуда не ходить. Детям было интересно дома. Пожалуйста, играйте, пожалуйста, с ними занимались. Никогда не снахаживались, им хочется к соседям телевизор смотреть. Мы осмолили свою корзинку и вы осмолите свои корзинки. Берегите детей. Сегодня может быть мобилка, может быть отверстие, через которое много попадет грязи, души детские. Есть игры, которые так занимают. Они неплохие, но они притупляют мышление. Они укорачивают способность логически мыслить. И количество знаний, которые получают люди сегодня через интернет, можно знать все, как слоны рождаются, как тигры бегают, что едят, калибри, все можно знать, что в мире делается. Но за этими знаниями можно потерять нужду в самом главном знании знать Бога. И что нужно было в Израиле Бог дал совет своему народу. Интересный совет. Чему надо было научить? Какие ценности поставить своим детям? Смотрите второзаконие 6 глава. Какие ценности? Вот они ценности. Вот точно нужно было семье. а остальное будет потом. Второзаконие 6 глава 4 стиха. Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь Бог наш, Господь един есть. Все. Все внимание вот один Бог. Нашего истинного Бога. И сразу заповедь. Вот кого любить нужно. Вот куда надо быть ориентированным. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей всеми силами твоими то есть люби без концентрации любви что мы любим можно любить рыбалку и все строить жизнь чтобы на рыбалку вон не попасть можно любить шашлыки неплохо любить я не против Наташ ничего шашлыки многие любят но они не смысл жизни иногда у человека смысл жизни в чем-то я служил в армии и был со мной хороший парень белорус Волония а то в россии все россияне говорят лук а он казах цибуля его прозвало Вова цибуля и вот он хороший парень работал хорошо беседовали лично и говорит знаешь пройдет в армии не буду жениться пока не заработаю на машине не куплю вот куплю машину потом буду жениться вот у него приоритет я потом часто вспоминал его переписки не было и думаю успел жениться не успел и до сих пор на машину зарабатывает друзья но я хочу сказать приоритет какого бы ни был материальный какого бы ни был временный он никогда не заменит главного приоритета жить для главной цели и мы знаем Бога мы знаем главную цель и до этого смотрите какой приоритет ценности семьи да будут слова сие которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем внушай их детям твоим говори о них сидя в доме твоем идя дорогою влажась вставая навяжи их в знак на руку твою да будут они повязки над глазами твоими напиши их на косяках дома твоего на воротах твоих вот это приоритеты смотрите осмоли пусть мир не проникает на тебя не люби тем не ради того что в мире ибо все что в мире похоть плоти похоть очей гордость житейская не обманывайтесь первая корызма вторая глава написана третий стих не обманывайтесь худые сообщества увидел наш дом я столько не жил как вспомню дом я все забыл в том доме но я помню текст в моей памяти я помню текст в спальне моих родителей там розочки были выше и были слова только боги успокаивайся душа моя от него спасение мое я помню друзья библию маленькую старенькую папину и когда соседа один пьяный угрожал сжечь нам дом за то что соседку мы прилетели на ночь его жену побитую говорит спалю дом то зауженным родители беседовали говорили что будем друг говорит а крыша камыша камыша заводит мил что будем делать что будем выносить в первую очередь я запомнил я такой был я сидел там какую-то кашу ел и слышал и родители говорили если будет говорит дом первое детей библию и документы все остальное говорит дети библия документы и я вынес сердце сам человек ценнее библии в доме нет нету ценнее книги были книги старинные в отцапе медицине там еще он не сказал чтобы не эти все спасать он сказал библию детей документы это ценности поэтому друзья и в Израиле Бог сказал хотите здоровое общество окружите дом Словом Божьим в сердце его вложите везде дорогой говорите о Слове Божьем друзья сегодня хорошо делились друзья говорили об общении хорошо иметь общение это благословение для церкви иметь общение не только в собрании но в собрании мы больше слушаем собрание кто-то делится кто-то слушает а общение дома собраться где-то за это неплохо но общение должно быть только вокруг Слова Божьего раньше тоже общались вас и запрещали но я помню малый залезу предстил братья соберутся вечерком вас и запрещали собираться а я сижу под словом слушаю откровения не разбирают или псалтыр какое-то место сидят два-три часа я слушаю как они разбирают слово знаете я запрещаю церкви сейчас до собрания разговаривать не разговаривать тишина должна быть а раньше разговаривали но я проходил в собрание садился в уголочек и слушал как сестры разбирают слово рассуждают о Библии не в каждого была Библия задают вопросы все вокруг Библии мне так интересно было все вокруг Библии и так дальше поэтому главные ценности сегодня это Бог слово Его и лодочка ковчег который Бог нам взял мы должны быть благодарны Богу за церковь церковь Божия это то место где мы должны быть это то что должно созидаться благодаря как написано взаимоскрепляющим связям сказано дабы мы вместе со всеми святыми были постигали в глубину и в долгиту место общения и как прекрасно когда народ Божий тянется друг к другу когда мы нужны друг другу и пусть Бог в этом благословит ценности церковь у нас было пять детей я часто говорю буду говорить все пять верующие в атеистическое время не давали учиться ставили двойки если ты сказал что веришь в Бога но я не помню своих родителей которые в воскресный день не были бы в собрании я не могу вспомнить родители всегда были в собрании как только в собрании хоть в будний хоть в воскресный день всегда работы было много всего но всегда в собрании и это было было ослаблено это ценность была я понимал да значит Бог есть значит церковь важное место раз родители все бросают идут в церковь для меня было это большим уроком я спросил Леонид Дикторовича Слободянников у них пять детей было как отец воспитывал пять всеверующих ну я говорю самым сильным воспитателем моим было что придет отец покушать некогда руки в мазуте мотористом работал руки моет бегом переодевается и бежит на собрание меня говорит что всегда удивляло как любит Бога как любит церковь и нас мы все пять верующие друзья дорогие поэтому христианские ценности должны быть божьими ценностями Донецк Луганск показало нам что земные ценности могут сгорать могут разрушаться люди бросают спасают жизни все эти земные ценности они очень временные мы ничего не имеем на земле такого что можно было бы взять туда но мы туда предстанем с нашей верой а вера от слышания от слышания от слова Божьего и пусть Бог вас славит кто желает не только счастливую и жить на земле друзья а я скажу что брак могу сказать уже с 71 года в браке друзья христианский брак по слову Божьему это счастливый брак христианский брак это радостный брак и я с радостью возвращаюсь домой я каждый день могу сказать жене своей женам что мы любим друг друга мы любим друг друга мы счастливы я благодарю Бога благодарю Бога друзья что христианский брак он брак в котором есть цель и я вам отдал и слыхал на бракосочетании я это часто повторяю для брак для тех кто в браке что любить это не значит смотреть друг на друга любить это смотреть в одну сторону когда мы смотрим в одну сторону друзья мы меньше замечаем недостатки друг друга мы меньше замечаем морщины которые появляются потом с возрастом Когда мы смотрим в одну сторону, когда мы делаем одно дело, пусть кто-то впереди, впереди он говорит мужик, а не тогда. Но друзья, мы смотрим в одну сторону, и тогда Бог восслабляет. Христианские ценности, они на небе. И поэтому мы имеем счастье, когда у Дуайта Муки сгорел дом, до тла сгорел. Друг встречает, говорит, брат, я вам сочувствую, у вас все сгорело. Он говорит, кто вам сказал? А он говорит, так мне сказали, у вас кто-то сгорел. Он говорит, ну это же не все, мое все на небе, там ничего не сгорит. Вам не правда сказали, что у меня все сгорело? Когда наше все убого, когда наше все на небесах, когда мы, как написано в Абдефесянам, посажены на небесах, да, на земле может сгореть многое, на земле можно многое потерять, на земле можно много лишиться. Дома забирали, здоровье забирали, расстреливали, но никто не мог забрать истинную жизнь, небесную, вечную. А наша цель быть вместе. И как хочется мне, друзья, чтобы мы были не только здесь вместе, приятно быть вместе, чтобы когда мы спорили взять церковь, чтобы мы и там были вместе. Но туда не войдет ничто нечистое. Туда, друзья, не войдет никакое заблуждение. Туда не войдет никто, преданный мерзостей в жизнь. Только истина. И Христос предупреждал об этом на головном проповеди. Не всякий, помните, но исполняющий возраст Отца Моего Небесного. Христианские семьи, это счастливые семьи. До 70-х годов мы могли смело сказать, верующие не разводятся практически. Разводов не было среди верующих. В 13-м году на всю Россию было только 3 развода зарегистрировано официально. Сегодня цифры, я в Америке был спросил пастора, в 99-м году в обществе 47% разводов. А в церкви тоже 47% разводов. Но это не у нас. Поэтому, если мы будем жить по этим ценностям, жить с этими ценностями, Бог вас ловит. И прекрасные детки будут верующими. Дети свои, дети и настали. Прочитайте 77-й псалом, это другая тема. Пусть Бог вас ловит всех вас. Аминь. Аминь.